Виктор Карпович Миржанов Решили создать петербургское отделение. И вот здесь я была рекомендована и назначена правлением Международного рахманинского общества. Оно тогда называлось Международное рахманинское общество. Я была назначена директором петербургского отделения рахманинского общества. И вот это, я боюсь точно сказать, это еще в 90-е годы, какой-нибудь 95-й год. Вот. С тех пор я как бы возглавляю отделение петербургское вот этого общества, Международного рахманинского общества, центр которого находится в Москве. И даже имеет свой особняк на улице Ордынке. Сейчас в связи со смертью Виктора Карповича Миржанова это общество возглавляет народный артист России. Известный дирижер Полянский. Вот. Вице-президентом является один из, пожалуй, самых таких ярких исследователей биографии, именно творческой биографии Рахманинова. Вот. Это Троп Владимир И.Мануэлович. Ну, и другим вице-президентом являюсь я. То есть я как бы совмещаю свою работу в Москве по линии рахманинского общества и здесь, в Петербурге. Ну, конечно, основная, мои основные задачи, как руководителя петербургского отделения, они, конечно, связаны все-таки с Петербургом. Вот. Что мы стараемся здесь делать? Ну, во-первых, конечно, у нас, нам очень помогает консерватория, потому что мы всегда имеем любое количество исполнителей, любых, любого ранга, какие нам нужны. И должна сказать, что у нас каждые три года проводится международный конкурс музыки Рахманинова. Здесь большая заслуга нашего комитета по культуре. И я бы еще сказала, директор музыкальной школы имени Рахманинова, это такая Елена Николаевна Охроменко. Его привлекаются к конкурсу самые, я бы сказала, такие известные музыканты петербургские, такие, как Слонимский Сергей Михайлович, как замечательный пианист Павел Григорьевич Егоров, как педагог, который воспитала Нетребко, ну, вообще профессор нашей консерватории, Тамара Дмитриевна Новиченко, Мурина, профессор Мурина, пианистка. Ну, можно много перечислять, это все известное музыканты всей стране. Вот, конечно, мы хотим, чтобы музыка Рахманинова звучала в Петербурге, мы хотим, чтобы приобщалась к ней как можно большее количество людей, особенно молодежи. А как вы относитесь к тому, что Петербург – культурная столица России, и у нас нет ни одного памятника Рахманину? Ну, тут еще, мне кажется, что тут вот такая мифология есть, что вот он, когда мальчиком здесь учился в консерватории, вот как ему тут не нравилось, и как его чуть ли не выгнали из консерватории. И вот сегодня презентировали книгу Михеевой, кстати, она вот интересная очень, я знаю эту работу, я рецензировала на уровне еще дипломной работы эту ее книжку. Вот, у нее как раз очень интересный этот момент, где она доказывает, что он не был выгнан из консерватории, а просто он не пришел на экзамен, потому что Зелотти, его дядя, уже ему сказал, хватит, поедем в Москву. И он уже его собирался перевозить в Москву. Вот, и вот эта мифологема о том, что плохо было в Петербурге, вот не поняли его, вот его выгнали. И мне всегда казалось, что от этого целиком его всегда относили к Москве. Вот с этим мифом надо кончать. И если учесть, что, мне кажется, интерес к Рахмайнову и то, что здесь делается, мне кажется, это даже несколько больше, чем, может быть, даже в Москве. Стало время ломать это представление, вот, и действительно подумать о таком памятнике. Молодого Рахманина, ну, молодого, конечно, когда он здесь, конечно, это связано с его юностью. Ну, и вот мне хочется еще задать один вопрос. Вы, наверное, слышали и знаете, что в Петербурге есть еще одно якобы рахманическое общество. Что вам было об этом, кажется? Ну, в общем, да. И даже я вам скажу так, что когда-то я имела к нему отношение, была как бы вице-президентом, а президентом этого общества был Владислав Чернушенко. Но потом так случилось, что, в общем, представителем этого общества явилась некая Ковалева-Огородного, которая кончала нашу консерваторию как пианисткой, и которой принадлежит книга Рахманина в Петербурге, что привлекло к ней внимание. Хотя эта книга не построена на подлинных документах и не может считаться научной. То есть ссылаться на нее, в общем, нельзя и не рекомендуется. И вот когда Михеева защищала свою диссертацию, она там пыталась что-то, какие-то сноски делать на эту книгу, но ей сказали, что, в общем, это, конечно, не научная книга, потому что она не подтвердена никакими документами. Должна сказать, что сейчас это общество представляет фактически одно лицо. К этому не имеет отношения уже очень давно и Владислав Александрович, и я не имею. И я знаю, что потом была президентом Ирина Евгеньевна Тайманова, которая тоже совершенно сейчас не имеет никакого отношения. В общем, короче, это общество представлено одним персонажем. Это вот госпожа Ковалева-Огородного. Ну и как она это делает, тут я не знаю, потому что это не имеет отношения никакого к рахманинскому обществу, о котором я говорю. Продолжение следует... Продолжение следует...